На часах ровно семь, а это значит, что наступило утро нового дня. Его с вами встречает Артём Андроноский, Александр Карнович. Доброе-доброе утро. Доброе утро. 23 апреля. Да-да-да, неделя только началась, но уже, в принципе, идёт довольно-таки бодро, хочу сказать, продуктивно. Темпы скорены, и надеюсь, что вся жизнь так не промчится, как первый день недели, а сегодня уже и второй, и время очень быстро идёт, движется, тикает, поэтому нужно просыпаться, нужно уже всё-таки строить какие-то планы на день, а если вы ещё это не успели, нежитесь в кровати, то всё-таки уже где-то настраивайте себя морально, психологически, по крайней мере, хоть как-то это поможет справиться с новым рабочим днём. Конечно, можно начать с того, что, ну, просто буквально послушать нас, потому что нам, во-первых, есть что рассказать, во-вторых, мы сделаем всё, чтобы вы проснулись и начали день как можно более бодро, продуктивно, эффективно, да и весело в какой-то мере. Ну да, сейчас можно рассказать, допустим, новости, чтобы вы знали, какие события в мире и были в курсе всех действий, которые происходят, в первую очередь, на полуострове. Микрокредит в помощь. Среди крымских предпринимателей набирает популярность услуга государственных займов на развитие бизнеса. В 2019 году финансовую помощь планируют получить 260 бизнесменов. Главные преимущества – сжатые сроки рассмотрения и низкая процентная ставка. Как тратят быстрые деньги, узнавала Елена Носкова. За пять лет это крестьянско-фермерское хозяйство в Саксском районе увеличилось больше, чем в четыре раза. Теперь здесь обрабатывают около двух тысяч гектаров земли. Чтобы развивать бизнес, понадобились дополнительные деньги. После нескольких месяцев безрезультатного ожидания одобрения от банка взяли микрокредит в государственном фонде. Приобрели средства защиты растений, обрабатываем растения, а также приобрели элитные семена нута галилео и ярового ячменя богатырь. Средства пошли и на расширение производственной базы предприятия. Сейчас обустраивают летние и зимние помещения для скота, закупают оборудование для уборки и автоматического кормления животных. Кормовая база у нас своя собственная есть очень хорошая. Есть и сено, и зерно. Поэтому решили заняться животноводством. Но не было у нас средств. Это немалое вложение. И выделить из своего бюджета мы это пока не могли. Но благодаря фонду у нас все получилось. Микрокредит одобрили за 10 дней. 5 миллионов рублей сразу пустили в дело. Больше 10 лет после развала колхоза это здание разрушалось. Предприятие выкупило помещение, привело в порядок. Теперь здесь снова находятся животные. За 5 лет кредиты в фонде микрофинансирования предпринимательства взяли около 700 человек. Всего за время своей работы выплатили больше миллиарда рублей поддержки. Сумма кредита может составлять до 5 миллионов рублей. Это государственный фонд микрофинансирования, который предоставляет на льготных условиях, на очень выгодных. А негосударственные фонды микрофинансирования, они предоставляют тоже микрокредиты, но на очень дорогих условиях. Почти 100% заявок предпринимателей фонд микрофинансирования одобряет. Большую часть недостаточно обоснованных проектов отправляют на доработку еще на этапе консультирования. Кредиты выдают на льготных условиях без долгого рассмотрения. Это низкий процент по кредитной ставке. Это ключевая ставка Центрального банка. Она составляет 7,75% годовых на остаток по сумме займа. Поэтому это очень удобный процент, будем так говорить, льготный практически процент. Это то, что у нас срок до трех лет. В этом году в планах фонда микрофинансирования помощь 260 предпринимателям. Деньги на эти цели заложены, в том числе в национальные проекты. Елена Носкова, Сейтмемед Кукчиев, Новости 24. Звезды, которые уже зажглись. На полуострове проходит первый открытый фестиваль «Сцена. Молодость. Крым». Выпускники ведущих творческих вузов страны бесплатно показывают крымчанам свои спектакли, а мэтры искусства театра и кино России обучают наших студентов мастерству работы со зрителем. Об уникальном событии в культурной жизни республики расскажет Мария Красновицкая. Это не ужин голодного студента, а настоящий реквизит. Ирина Рура в спектакле «Пять вечеров» играет Катю, чтобы сцена выглядела максимально реалистично и детализировано. Даже продукты первой свежести. Подготовка реквизита включает в себя очень много всего. Если что-то упаковать неправильно, что-то разобьется. Если что-то разобьется, нужно искать из подбора. Из подбора не всегда можно найти. Иногда некоторые театры готовы что-то предоставить, некоторые нет. Поэтому это всегда все как-то ответственно. Каждая тарелочка, она как бы на счету. Скажите, капусту привезли с собой из Москвы? Нет, капусту купили здесь. Пока в одной гримёрке готовят реквизит, в другой разминают речевой аппарат. Такие упражнения артисты театра и кино делают каждый день. Это своего рода зарядка перед выступлением. Артемий Савастьянов – выпускник Государственного института имени Луначарского. На этой сцене впервые перед дебютом проверяет акустику и освещение. Вот. Поль, можешь на самый дальний? Вот я и пойман за лапку. Да? Всё нормально? Этого достаточно. Площадка акустика, мне кажется, потрясающе очень проработанная. Фестиваль открыли выпускники Всероссийского института кинематографии имени Герасимова. Студенты ВГИКа и ещё четырёх ведущих творческих вузов страны привезли на полуостров 10 спектаклей. Дипломные работы оточены юными звёздами благодаря мэтрам искусства театра и кино России. Они, кстати, тоже на полуострове. Задача – оценить потенциал крымских студентов и передать опыт, накопленный поколениями. Сейчас, которые студенты поступают, их называют поколением миллениум. У них нет комплексов каких-то, которые были в советское время, это нельзя, это не трогать и так далее. Они более свободны, более раскованы, но одинаково талантливы. Талант всегда требует обрамления знаниями по вокалу, режиссуре, актёрскому мастерству, сценической речи и не только. Вот когда вы коснулись мяча, да, гасите движение и точка. Вот теперь проверьте, да, сделайте это движение всем своим телом, да. И точка в конце, да. То есть движение должно быть завершённым. В своё время Станиславский сказал, сила воздействия на зрителя заложена в умении раскрыть свой организм. Такая дисциплина, как сценическое движение. Как раз этому и учит сейчас российский актёр, каскадёр и режиссёр Эйдер Сакиров раскрывает крымским студентам свои профессиональные успехи. Говорит, приходится в полголоса, чтобы не привлекать на себя внимание. В культурной жизни республики такого фестиваля ещё не было. В профильном министерстве отмечают, организовать удалось благодаря поддержке главы республики. Это начало, старт большого творческого театрального форума. На следующий год он уже будет всероссийский. Это высший пилотаж, это высшая творческая марка. Фестиваль «Сцена молодость Крым» продлится до 26 апреля в театрах Симферополя и Ялты. Программные спектакли крымчане могут посмотреть бесплатно. Мария Красновицкая, Андрей Трещук, Анатолий Агеев. Новости 24. Вот так вот они речевой аппарат разминают и готовятся к каждому мероприятию, каждому спектаклю, каждой репетиции. На самом деле закулисье всегда выглядит интересно. Конечно, но стоит сказать, что наше закулисье выглядит не менее интересно. У нас тоже есть все необходимые упражнения на артикуляцию, на прогрев связок и прочее. Но кто действительно уделяет этому тщательнейшее внимание, так это наши коллеги с радио. Поэтому предлагаю с ними как минимум поздороваться. Доброе утро. Доброе утро. Секундочку перебьем. У нас прямое включение программы «Утро нового дня». Доброе утро. Доброе. Кто ваши гости? Расскажите. Мы видим, что их немало. Среди них, кстати, ваш коллега и наш коллега Александр Макарий, а также у нас представители корпорации развития Республики Крыма и нашего университета имени Вернадского. Говорим о Ялтинском международном экономическом форуме, спорим, какое было представительство, есть ли какие-то ощутимые результаты. Говорим, кого стоит приглашать в будущем. Нужно ли нам 800 иностранцев такого разного уровня или лучше 200 хороших? Ну, я уверена, что все хорошие, но тем не менее, как раз-таки те, которые могли бы принести пользу Крыму, наверное, да. Хороший вопрос, актуальный, по крайней мере. А мы будем говорить о голосе, о том как раз речевом аппарате с гостями и тоже покажем некоторые фестивали в эфире. О каком речевом аппарате вы будете говорить? О наших ведущих. Кстати, у нас сегодня в кадре появится Эмилия Лельку. Да, о нашем, по сути, о нашем собственном. Так что Эмилия вас и тут, и там показывает. Да, нашу маму и тут, и там. Ну ладно, удачного вам эфира. Спасибо и вам, коллеги. Спасибо. Спасибо. Да, это тот парадокс телевидения, когда действительно успеваешь и здесь, и там поработать и на радио, и дикторам, и даже нашим корреспондентам интервью дать. Я говорю сейчас про Эмилию. Ну да, я понимаю. Ну ничего, как раз-таки повторим знаменитую сцену, как было уже озвучено из знаменитого мультика. Но нам на самом деле есть еще, что рассказать. Не менее важно, а главное, это полезно знать с утра, потому что некоторые из вас уже собираются, одеваются, а главное, пытаются полять. Идти пешком, ну или, может быть, ехать на машине, троллейбусе или маршрутном такси. Так что, внимание, погода. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, Армянск, Красноперекопск, поздравляем. Самые теплые города сегодня. Плюс 18 градусов, да еще и солнечно. Столице, между прочим, повезло немного меньше. Плюс 15, да, не сильно холоднее, но при этом облачно. Облачность, хотя обещали и вчера, стоит сказать, а небо было довольно-таки чисто. Что-то ветер был пронизывающий до дрожи, мне кажется. Стоит сказать, да. Прибрежные города. Ялта, Филадофеодосия, Алушта и Евпатория. Немножко потеплее. Плюс 16 днем, плюс 5, плюс 6, даже в некоторых местах плюс 8 ночью. Так что, не так уж и холодно будет. Более того, можно уже, я думаю, все-таки идти пешком. Кстати, про вообще то, как идет наша трансляция. Напоминаем, что совсем скоро, летом, с 3 июня, начнется вещание более чем 20 цифровых каналов. Что это значит? Этот формат позволяет избежать аналоговых помех, которые существуют в нынешней передаче. Проще говоря, картинка Full HD разрешений будет поступать прямо на ваш телевизор. И есть хорошие новости. Если телевизор куплен после 2009 года, то все, что нужно сделать, это зайти в настройки и изменить формат приема сигнала. С аналогового на цифровой. Если телевизор постарше, ну, скажем так, любитель раритета, то тогда, конечно, придется купить специальный цифровой тюнер. А еще что вы можете сделать, так это взять в семью небольшое животное. Сейчас вам его покажем. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. А еще мы можем вам рассказать и показать, что было важного, что было вот действительно исторически существенного и чем этот день вообще выделяется в истории. 23 апреля 1836 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного Александром Сергеевичем Пушкиным. Выпускался он четыре раза в год. В нем публиковались стихи, проза, критические, исторические и этнографические статьи. 23 апреля 1907 года Джон Гриффит Чейни, больше известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско на двухмачтовом судне в плавании вокруг света. Изначально путешествие планировалось на семь лет, но было прервано в 1909 году из-за болезни писателя. Он успел собрать материал для книг «Путешествие с нарко», «Рассказы южных морей» и «Сын солнца». 23 апреля 111 лет назад в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города. В результате разлива Москвы-реки, Яузы и водоотводного канала под воду ушла почти пятая часть всей площади города. Стены Кремля были затоплены в среднем на 2,5 метра от уровня мостовой. 23 апреля 1951 года был создан Олимпийский комитет СССР, положивший начало соответствующему движению в нашей стране. Это позволило советским спортсменам стать полноправными участниками летней Олимпиады 1952 года и всех последующих игр. 23 апреля – день английского и испанского языков. Первый из них приурочен ко дню рождения поэта и драматурга Уильяма Шекспира, а второй – ко дню смерти писателя Мигеля де Сервантеса. Английский считается мировым языком, на котором говорят более миллиарда человек в нескольких десятках стран на всех континентах. Испанский же язык наиболее распространен в Центральной и Южной Америке. На нем говорят около 500 миллионов человек. 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Ежегодно, начиная с 2001 года, в этот праздник выбирается город, которому присваивают звание мировой столицы книги сроком на один год. Вот предпраздничная, не скажу лихорадка, потому что все-таки больших очередей на рынке я не видел в гипермаркетах. Но все-таки перед каждым праздником в Симферопе есть одна особенность – это пробки, это очереди, и люди скупают как можно больше продуктов. И это ярмарки, на которых как раз-таки предоставляют огромное количество продуктов. Конечно, да. Сельскохозяйственных в первую очередь. И самое интересное, что на предпасхальной ярмарке было скуплено, не поверите, 90 тонн сельскохозяйственной продукции. И это только с имферопольцами. Ну, потому что люди готовятся. Пасха – это огромный христианский праздник, как православный христиан. И мне, в принципе, кажется, что именно пасочки любят есть люди любой национальности, и никак это не влияет даже на веру, потому что… Это вкусное лакомство. Почему бы себя не поделать? Но для того, чтобы это приготовить, да, это лакомство, сначала нужно тщательно приготовиться к этому и купить нужное количество продуктов. Плюс те же яйца, которые, как вчера мы узнали, стоят уже не 60 рублей на мельчаку, а 90 местами. Больше всего все-таки купили мясо. Это около 12 тонн. За ними идут фрукты. Это 10 тонн. И только потом рыба. Так что пока что гастрономическая корзина среднего Симферопольца ясна. Понятно, что предпочитают в рационе в первую очередь. Но, а что можно предпочесть, скажем так, в культурном рационе, мы покажем вам прямо сейчас. Индия, Палестина, Йордания, Зимбабве, Нигерия, Узбекистан. Представители этих и других стран стали участниками молодежного фестиваля «Мост». Вончол Рана – студент из Индии. Здесь, под руководством опытного мастера, он научился изготавливать куклу-мотанку – древнейший символ славянской культуры. Сегодня я научился делать маленьких кукол, которые являются еще и оберегом. Мне очень понравилось. У меня есть младшая сестра, которой я подарю одну из них. И планирую такие куклы привезти всем родственникам в Индии. Тем более, это напоминание о России, и мне это очень дорого. Но не только со славянскими традициями можно было познакомиться на фестивале. Иностранные студенты проводили мастер-классы по плетению афрокосичек, росписи хной и даже по народным индийским танцам. Очень сильно интересно, так как в детстве постоянно все смотрели индийские танцы, и всем было интересно, как же они так быстро передвигаются. Но, конечно, очень быстро так мы не научимся. И, как рассказала нам девушка, они каждый день по два часа сидят в позе на низких коленах, чтобы у них была выворотность. И каждый день они занимаются танцами, так как их учат с самого рождения. И это очень большой труд. И мне кажется, что так быстро мы не научимся, но очень интересно. Второй международный фестиваль молодежи и студентов «Мост» прошел в Симферополе под лозунгом «Мы строим мост – мир образования, свободы и творчества». Мероприятие способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, уверены организаторы. Цель фестиваля в том, чтобы показать иностранным студентам, при той всей санкционной, так сказать, прессе, которая оказывается на Крыму, информационной войне, показать всю палитру межнациональной дружбы в Крыму, о том, насколько богат Крым культурой разных народов. И обучаясь здесь, иностранные студенты увезут это с собой, и, естественно, это будут общественные дипломаты. И это фестиваль в рамках молодежной дипломатии. Кульминацией фестиваля стала колоритная концертная программа «Ярко и красочно». Участники мероприятия представили культурные традиции народов мира. А тем временем настоящие любовные драмы. Ну, между прочим, это совсем не шутка. Дело в том, что молодой человек залез на крышу посольства Венесуэлы. И все почему? Да, потому что поссорился с девушкой. Я бы на это посмотрела, как он там скакал по этой крыше. А мы и посмотрим, собственно. Мы же можем показать, поэтому давайте взглянем на наш чудо-экран и вместе, скажем так, поразимся ситуацией. Это так. Молодого человека мы видим. Да, да. И это самое примечательное для ситуации, что тут нужно пояснить. Ну, во-первых, то, что залез он туда, чтобы показать, насколько опечален, насколько ему грустно и сложно. А это он в любви признавался или наоборот? Я думаю, что они уже давно друг к другу признавались в любви, да. Вот прибыли, кстати, сотрудники правоохранительных органов и даже скорая. Более того, насколько известно по передаче информации, прибыл еще и психолог, который с парнем вел переговоры и пытался объяснить ему, что ничего не стоит делать, стоит просто слезть с крыши и все будет в порядке. Даже пожарные прибыли, как мы видим на последних кадрах, просто чтобы снять молодого человека. Ну, прецедент просто в том, что это не просто крыша какого-то многоэтажного дома, это посольство, здание посольства другого государства, а это уже вопрос такой, который может быть обсуждаемый, выноситься уже на межполитическую арену. Точнее, таким, ну, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не прибывшие вовремя оперативники, медики и пожарные. Но в любом случае, конечно, романтично признаваться своим половинкам, забираясь на какие-нибудь высотные здания, но все-таки... Да, романтично, но, знаете, как говорится, опасно. Вот скажу честно, Саш, гуляю по Симферополе периодически и часто нахожу надписи на заборах «Дорогая, доброе утро» или «Дорогая, я тебя люблю», я думаю. Но это ведь замечательно, что вы признались в любви своему любимому человеку, но причем здесь окружающие, которые вынуждены это не только читать, а еще, извини, терпеть на своей собственности. Вот другое дело, что да, я вот представляю, какие эмоции такие надписи вызывают у собственников этих заборов, у собственников домов, которые только сделали, допустим, ремонт, покрасили, привели в божеский вид или обновили, потому что сейчас весна, все мы знаем, что деревья белят, чаще всего и дворы в порядок приводят частные, по крайней мере. И вот такие вот надписи, они точно художество не обрадуют. Именно. Да и что вы этим можете доказать любимому человеку? То, что ради него вы готовы совершать глупости и портить жизнь другим людям. Это не самое правильное. Гораздо правильнее уделять внимание в нужном русле, например... Купить пироженку с утра. Да, купить пироженку, кстати, между прочим, идея хорошая, совсем без намеков, говорю я. А вообще было бы здорово сводить человека на романтический ужин, ну или, например, на культурное мероприятие. А если не знаете на какое, ну не беда, хорошо, что включили нас, потому что прямо сейчас вам покажем. Сегодня на камерной сцене театра имени Горького разыграет лирическую драму «Варшавская мелодия». Спектакль поставлен по пьесе Леонида Зорина. Случайное знакомство польской певицы и советского винодела перерастает в настоящее чувство. По сюжету события развиваются в 40-х-60-х годах 20-го века. Время, когда браки с иностранцами были запрещены законом. Какая судьба ждет любленных, вы можете узнать в 19.00. В кинотеатрах в этот день биографическая драма «Нуреев. Белый ворон». В фильме показана жизнь величайшего танцора от его детских лет в Уфе и до того момента, когда артист отказался садиться в самолет, отправляющийся в Советский Союз. Фильм снимали в Санкт-Петербурге и Париже. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Также сегодня на больших экранах мелодрама «После». Случайная встреча разделила жизнь главных героев на «до» и «после». Она воплощение добродетели и прилежания, и он – бунтарь с темным прошлым. Если бы не случай, они бы никогда не обратили внимания друг на друга. Но судьба распорядилась иначе. Сеансы вы можете выбрать самостоятельно. В этот день приключенческий экшен «Миллиард». Влиятельный банкир в исполнении Владимира Машкова не хочет делиться имуществом с незаконорожденными детьми. Ровно до тех пор, пока не выясняется, что они – единственные люди, на которых он может положиться. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардеру придется ограбить собственный банк. Для детской аудитории мультфильм «Пушистый шпион». Жизнь домашней кошки Марни кардинально меняется после того, как грабители-преступники отправляют ее в коробки в другой город. Главная героиня оказывается в глухой деревне, где она ознакомится с псом, петухом и ослом. Ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе. Сеансы преимущественно в утреннее время. А в утреннее время еще стоит узнать о том, сколько стоит топливо. Об этом говорить важно, потому что, ну иначе просто не доедете до кинотеатра, учитывая ситуацию на дорогах. Так что идем за мной, сейчас вам все быстро и подробно расскажу. Правда, подробно, насколько смогу, но все-таки. Я за тобой поеду немножко, а не пойду. Хорошо, это правильно. Значит, представлено у нас всего пять наименований горючего. Начнем с газа. Кстати, вчера я спрашивал, в чем измеряется газ. Ты не выяснила? Я не выяснила, но больше не спрашивай мне это, пожалуйста. Хорошо. Но за одну единицу того, чем заправляется газ, 27 рублей 29 копеек. Все-таки я думаю, что это кубометр. Дизельное топливо за литр, ну это мы знаем наверняка, 50 рублей 30 копеек. 92-й бензин дешевле дизеля. Он стоит 46 рублей 74 копейки. Хочу сказать, небольшое понижение. 95-й, естественно, дороже 92-го. Но на самом деле, как мы уже выяснили, некоторые ведущие заправляются все равно 92-м. Потому что их ласточка, цитирую на минуточку, в принципе, может хорошо и на этом бензине ездить. Да, совершенно верно. Но несмотря на это, 95-й стоит 50 рублей 22 копейки. И 98-й стоит 56 рублей 39 копеек. Самый дорогой бензин. Если знаешь людей, кто заправляет с таким бензином, катайся лучше за город с ними, потому что это быстрые автомобили. И главное, мощные. Ну и наверняка безопасные. Кстати, про безопасность. Важна еще и безопасность на финансовом рынке. Давайте поговорим про наименование валюты. Сколько она стоит и упала или выросла. Всего доллар, евро, два наименования, но зато каких важных. Доллар 63 рубля 96 копеек. Немного упал. Как думаешь, что с евро произошло? Значит, тоже. Тоже. Хотя иногда бывает по-другому, но да. Евро стоит 71 рубль 92 копейки за условную единицу. Тоже небольшое падение. Что сказать, выгодно это кому-то или нет, не мне судить. Кто-то скупает, кто-то продает, но в целом... А кто-то в банке хранит вообще, при том, что в трехлитровой. Да, кто-то хранит в банке из-под чая, знаешь, иногда в жестяной. Ну, чтобы, не знаю, не нашли ли что-нибудь подобное. Ну, а я вот действительно видела такие случаи, когда деньги хранят под матрасом. Я не говорю, что я рылась под чим-то матрасом и искала там деньги, но просто видела, как моя знакомая прятала именно под матрасом. Поэтому хоть и говорится, что все это шутки до прибалутки, а вот ничего. Потому что... Хотя гораздо удобнее в банке хранить, но тогда уже... Именно в здании банка, я имею в виду, но тогда уже начинаешь переживать, а не обанкротится ли он. Да, но знаешь, еще куда важнее иметь деньги, которые ты можешь хранить, хоть в жестяной банке, хоть не в банке. Потому что, насколько нам известно, в Новгородской области сотрудники скорой помощи устроили так называемую итальянскую забастовку. Сейчас поясню, что это значит. Ты приходишь на работу, но не выполняешь свои рабочие обязанности. Единственное, что ты делаешь, ты сторожишь кабинет начальника. А проблема в том, что за огромное количество рабочих часов, это 180 рабочих часов в месяц, и из них 76 были ночными. Ну, вы представите, насколько это сложно. Это очень тяжело. Сотрудники получали, сейчас вы не поверите, 13 тысяч рублей. Еще, наверное, не бойся, без вычета НДС, да? Да, без вычета и с вычетом, но это получалось 11 500 приблизительно, или сколько там должно, или... Ну, за такое количество проработанных часов, конечно, не зря бастуют. Ну, может быть, конечно, и зря, но, по крайней мере, можно понять, почему люди бастуют. Героической работы часов, между прочим, хочу заметить, что это одна из важнейших профессий. Люди, которые спасают жизни других людей, они заслуживают хорошего поощрения. Поэтому мы, в первую очередь, надеемся на то, что ситуация с зарплатой не только наладится, а, в принципе, вырастет, и эти люди будут получать достойный оклад. Потому что, если бы не было этой службы, очень много жизней спасти бы не удалось. Да, вот с одним из медиков, специализированным врачом, буквально на днях пообщалась наша корреспондент Ксюша Шарапановская, и она узнала у нее вот те моменты, которые действительно... Мы даже не задумываемся, например, мы сейчас с вами разговариваем. А вот чего стоит организму иметь возможность и завлечь голос, при этом что делать, если ты его вдруг потерял? Вот на эти вопросы ответит Ксюша Шарапановская и ее специалист, которого она пригласила в наш материал. Эмилия Люлькун работает ведущей уже более 15 лет. Нередко ей приходится говорить по несколько часов подряд. Все это время голосовые связки находятся в напряжении. Эмилия свой голос очень бережет и никаких орехов и шоколада перед эфирами не ест. Но даже такие меры предосторожности помогают далеко не всегда. Голос – это инструмент, который я очень боюсь потерять. И, кстати, первый раз в жизни в прошлом году я его потеряла и поняла, как это страшно. Я, правда, съемку не отменяла, но сейчас я, конечно, смотрю с такой легкой улыбкой. Эта проблема актуальна для певцов, лекторов, дикторов, экскурсоводов. Голос нередко пропадает из-за переутомления и постоянного напряжения. Потерять голос можно и в обычной жизни, например, на рок-концерте или в стрессовой ситуации. Не паникуйте. Зачастую голос останавливается в течение нескольких дней. Если времени на ожидание у вас нет, тогда срочно обращайтесь за помощью к фониатору. Фониатор – это оттоларинголог с дополнительным профильным образованием. Профессия довольно редкая. В Крыму таких специалистов можно сосчитать на пальцах одной руки. Ирина Гордеева всю свою жизнь лечит голос. Ей не раз приходилось возвращать его после полной потери. Девочка из Приветного 8 лет не говорила. И вот когда я восстановила голос, они с папой были. И они так спиной, 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 в дверь, в дверь, в дверь вышли. Они даже не могли поверить, что такое возможно. Как и любую болезнь, потерю голоса лучше диагностировать как можно раньше. Например, вы почувствовали першение, как еще говорят в народе, ком в горле, или заметили, что прежде чем что-то сказать, вам нужно хорошенько прокашляться. Это признаки ларингита, простуды, а может даже и опухоли. Буковку «Э» нужно всегда говорить. И тогда связочки смыкаются. А коротко. Вот это самое главное лечение голосовых связок. Лекарство прямо на связочки попадает, и получается непосредственный контакт с лекарством. Способ действенный и актуальный, особенно для звезд шоу-бизнеса, которые поют вживую. Именно такую процедуру артисты часто проводят за кулисами в перерыве своего выступления. Важную роль в постановке голоса играет техника речи и специальные упражнения. В первую очередь нам необходимо правильное дыхание для того, чтобы звук имел полетность, чтобы он достигал резонаторной системы, не оседал на связке. Но органы артикуляции, конечно, требуют дополнительной гимнастики, которая их разрабатывает, делает нашу речь более четкой, понятной, доходчивой и, главное, выразительной. Голосовые связки, как и другие мышцы, нужно держать в тонусе, правильно тренировать и не усугублять негативными факторами – курением и алкоголем. Ведь потеря голоса нередко связана с питанием. Нужно избегать очень острых продуктов и газированной воды. Очень горячая или, наоборот, холодная пища также наносит вред слизистой оболочке горла. Если вы находитесь на вредном производстве, обязательно надевайте специальные маски и респираторы. Берегите свой речевой аппарат. Ксения Шарапановская, Олег Бойко. Утро нового дня. На часах 7.31 самое время пообщаться с гостями. Пройдем? Да. И, как обычно, не с одним, а на этот раз с двумя. Потому что у нас в студии Александр Хренов, член штаба ОНФ в Крыму, председатель правления РОО. И Максим Нырков, член штаба ОНФ в Крыму. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за проект равной возможности детям? Что это такое? Ну, этот проект, который направлен в первую очередь на то, чтобы максимально обеспечить ребят, вообще школьников по всей России, вне классной занятости, вне школьной. Это кружки, секции, различные занятия. Все это организуется добровольческими силами, силами общественников, общественных организаций, которые участвуют в нашем проекте и начинают спорты, заканчивая любым творчеством. Они создают для детей бесплатные места в кружках или организовывают эти кружки. При том, что не важно городская или сельская местность? Да, да. И это очень важно. То есть у нас такой вот отзывчивые люди, отзывчивый народ, что мы можем и в городе, и в селе создавать вот подобные кружки и секции. А вот вы говорите о кружках и секциях. А вот какие именно? Вот что примерно? Танцы или стрельба? У нас уже, допустим, в Симферополе есть и свободные места в кружках хореографии, допустим, для ребят с ограниченными возможностями. В том числе у нас 20 мест открыто в различных кружках, в том числе и скалолазание, там и тайский бокс, различные спортивные направления. И в том числе у нас есть множество разовых акций и патриотических, и других, например, такие, как та же информационная безопасность, о которой мы будем далее говорить. То есть это тоже как бы относится к этому проекту, и мы вот ведем это направление. Говоря о свободных местах, каким образом, какая процедура требуется, чтобы ребенок мог попасть в кружок, записаться и начать посещать? Изначально к нам обращается в штаб общественная организация с готовностью или создать кружок, или принять детей на безоплатной основе в подобные кружки или секции. И после этого мы уже подбираем ребят, детей, ну и часто нуждающихся детей. Вот, и обращаемся, допустим, в Центр социальных служб или как бы с помощью исполкома Общероссийского народного фронта выбираем определенную категорию детей и создаем вот такие возможности для них. Максим Юрьевич, а что касается безопасности информационной, то есть им как, им интернет отключают или наоборот учат там правильно разбираться и какие-то сайты открывать? Нет, конечно, интернет не отключают. Отключить интернет достаточно сложно. Суть проекта очень простая. Оградить ребят, ну не то, что оградить, а, наверное, привить некий навык, базовый навык для того, чтобы они могли в интернете, который на самом деле есть в каждом доме, как водопроводная вода. Ну сейчас, да, тут уже безусловно никак без этого. Но в отличие, скажем, от той же водопроводной воды, которая есть в каждом доме, он никак не очищается, не фильтруется. То есть привить навык того, чтобы отличать в интернете негативную информацию, опасную порой даже для жизни, для психики ребенка, от информации, которая действительно полезна. Вот это основная задача. Ну то есть вы учите, какие сайты хорошие, какие плохие? Да, мне тоже интересный процесс. Вы учите группы, в которые они вступают, которых приглашают, друзья, которые к ним, люди, точнее, которые набиваются к ним друзья, чтобы по анализу того же профиля, по определению целей публикации того или иного поста, школьники могли определить, хорошая эта информация, куда она их заведет в дальнейшем. Нужен им такой друг или нет? Конечно, конечно. В том числе сейчас проблема той же вербовки, то есть вовлечения в наркоторговлю. Либо самоубийство, как было несколько лет, да? Самоубийство – это целая волна негативных вот этих явлений, которые имеют под собой, к сожалению, какой-то системный характер. Кто-то, возможно, это все проектирует. В нашем случае получается, что и борьба с этими явлениями приобрела системный характер, устойчивый, потому что проходят регулярные лекции, насколько я понимаю. Каким образом дети на них попадают? Или вы приходите в учебные учреждения? Мы приходим в учебные учреждения, нам выделяют время, приходят школьники. Мы вот в такой вот подобной нашей беседе. А много у вас людей, которые занимаются, ходят по школам? Извините, что как раз перескакивают на другой вопрос, но вот сколько человек ходит и рассказывает? Всего в проекте сейчас участвуют три человека. Я, Александр, еще наш коллега Александр Коренченков. Вот мы ходим. Иногда меняемся, иногда все вместе туда приходим. И вот своими силами. Здесь еще важно добавить, что для того, чтобы увеличить эффект этого проекта, мы вскоре будем переходить на то, чтобы так или иначе обучать... У нас уже есть запрос от сотрудников от Центра социальных служб, чтобы давать им эту информацию, эти навыки, чтобы они также распространяли это детям. И таким образом мы увеличим КПД от проекта, но во много раз. Потому что мы сами, допустим, не можем охватить. В формате брошюр может быть, да? Или что-нибудь возможное в том числе распространение по школам? В последствии мы будем формировать, когда наберем определенный опыт, сделаем срезы нужные, сделаем материал, уже в каком формате мы далее определим, для того, чтобы это можно было уже распространять и обучать дистанционно, так скажем. Ну что же, это звучит как прекрасный старт большого и крупного, и главное, полезного проекта. А я напомню, что у нас в гостях были с важным вопросом Александр Хренов и Максим Юрьевич Нырков. Это члены штаба ОНФ в Крыму. Собственно, большого спасибо. Спасибо, что пришли к нам. Приходите еще. Но вообще хочу от себя сказать, что в интернете, конечно, чего только не происходит, и в частности в Крыму. Любят в нем сидеть не только дети, но и взрослые. А у взрослых есть своя особенность. Они выкладывают видео с видеорегистраторов, причем в больших количествах. Да уж что уж, не только снимают, и просто на телефоны. Давайте вместе посмотрим, что сняли крымчане за последнее время. В Севастополе на берег выбросился автомобиль. Или его выбросили? Этот вопрос пока остается без ответа. Известно, что перед тем, как оказаться на пляже, машина попала в ДТП. Что еще странно. Водитель уехал своим ходом с места аварии, в то время, как авто буквально разваливалось на куски. Сейчас правоохранители ищут владельца железного коня. Следующее видео вызывает не меньше вопросов. В Алуштинском дендропарке оленей кормят помоями. Об этом пишут пользователи соцсетей. Что еще возмущает, так это то, что у животных нет кормушки. Непонятную субстанцию выливают из ведра прямо на землю. Видимо, там забыли, что в ответе за тех, кого приручили. В Судаке подросток нашел способ, как помочь плохим дорогам. Он решил обратиться к народным методам и приложить к ямам подорожник. Мол, может, тогда они затянутся. Ведь кое-кто верит в чудодейственное исцеление таким способом. Парню понадобился не один листик, чтобы залечить дорогу. В соцсетях симферопольцы пожаловались на антисанитарию в магазине на улице Кичкемецкой. На кадрах видно, какое огромное количество тараканов находится под крышкой весов и за духовым шкафом. А еще бросается в глаза, что тараканы достаточно откормленные и упитанные. В Алуште прямо средь бела дня был украден кот. Владельцы просят помочь найти любимца. И это уже не первое подобное похищение. На прошлой неделе в Балаклаве с постамента исчез бронзовый кот. Вскоре его нашел местный участковый в одном из подъездов жилого дома. В понедельник пропажу вернули на место. Да, действительно, чего только не выложить, но вот эти вот тараканы, которые за микроволновой печью, за печью, они, конечно, пугают. Я все понимаю, но и там же рядом находятся продукты. И надеюсь, что либо самопедистанция обратит свое внимание на такое недоразумение, так это назовем, либо все-таки собственники заведения приведут его в порядок, потому что это антисанитария полнейшая. Но знаешь, как говорит нам наш вчерашний опыт, иногда наши коллеги тоже бывают в определенных местах, где срывают покровы просто, говорят, что показывают цены как минимум, и что-нибудь еще интересное делают. Поэтому все-таки гражданская позиция не менее важна. Надеяться на самопедистанцию отлично и замечательно, но и самому возмутиться прямо перед работодателем и сказать, что я не буду покупать здесь продукцию, может быть, это заставит человека как минимум задуматься. Что он теряет клиентов. Конечно, конечно, да. И в принципе, а там, где теряешь клиентов, теряешь свои деньги, а бизнесменам это не выгодно. И изменить подход к бизнесу. А вот к чему мы подход не изменим, так это к нашему прямому включению прямо с улиц Симферополя. Поэтому с нами на связи Алиса. Доброе утро. Доброе утро, Алис. Здравствуйте, коллеги. Действительно, погода сейчас просто сказочная. Даже не верится, что совсем еще недавно, в эту субботу, на перевале выпал снег. И совсем недавно мы мучились от холодного и пронизывающего ветра, потому что сейчас на улице очень тепло. Уже сейчас 6 градусов тепла. А, естественно, днем температура будет повышаться. И вообще обещают, что к середине недели это будет просто уже плюс 20 градусов. То есть с завтрашнего дня начинается грандиозное потепление, после которого не ожидается заморозков. Но я хочу вам рассказать о том, что совсем недавно приезжал московский завод тепловой автоматики, который предложил оборудовать 5 крымских котелин новой системой погодного регулирования. И эта тема в этом году показалась особенно актуальной для Крыма, потому что действительно такой погоды, которая была у нас совсем недавно, никто не ожидал. Потому что, насколько вы помните, было отключено отопление. И когда требовалось перезапустить котельное, это потребовало влияния денежных, а также, естественно, временных. Поэтому это не совсем комфортно. И вот сейчас опять ожидается очень грандиозное потепление, потому что буквально за несколько дней со вчерашнего дня температура очень сильно выросла, как, естественно, и ушел холодный циклон. И поэтому эти 5 крымских котелин будут работать в тестовом режиме. И тогда уже граждане сами для себя могут решить и посмотреть, насколько им удобно и актуально подобное устройство. Потому что, естественно, предлагают первую попытку провести в тестовом режиме и оборудование поставить практически по себестоимости. Ну а уже самим жильцам придется решать о том, насколько им это необходимо. Ну а также вот хочу завершить свою речь тем, что сейчас на улице очень тепло, и это не может не радовать. Поэтому, наконец-то, можно снять теплые вещи и скорее выходить на работу, потому что тут потрясающая погода. Коллеги, вам передаю слово. Спасибо, Алиса. Но если бы Алиса просто знала, какое счастье и как рада я сейчас ее словам, которые я слышала в первую очередь тому, что, оказывается, уже тепло, потому что час назад еще было прохладно, достаточно прохладно, но, по крайней мере, без вот этого ветра, который просто вот так вот делает. А я, знаешь, даже пение птиц услышал и вдохновился просто. Эти первые нотки, да, они очень впечатляют. Захотелось даже покататься на велосипеде, если понимаешь, в чем я. Вот этот ветер, свежесть весенняя, но иногда это может закончиться плохо. Например, иногда можно вступить, ну, действительно, в бойни на жизнь и на смерть с твердым асфальтом. Кстати, так случилось и с человеком на экране, которого мы хотим вам показать. Я думаю, это... Александр Емельяненко. Совсем известный, да, Александр Емельяненко, который в столько нокаутов отправил противников, но в итоге сам был отправлен в нокаут просто твердью земной, потому что он решил покататься на велосипеде, насколько нам известно. И столкнулся с асфальтом. Да, и столкнулся с асфальтом, потому что вышло все, ну, не очень удачно. Повезло, что никто это на видео не снимал, и лишь запечатлели фото, потому что если бы это было видео, то оно бы попало, знаете, куда. Да прямиком в нашу следующую рубрику. Смотрим. В Новосибирске затопило детскую площадку, но местные малыши настолько суровы, что решили устроить заплыв на плотах. Лужа глубиной около полуметра образовалась из-за растаявшего снега. По словам местных жителей, это регулярное явление и скорее напоминает пруд, на дне которого хранятся качели и песочницы. Как только не издевались над этими роботами создатели, их и пинали, и подкладывали банановую кожуру под лапки, и заставляли мыть посуду. Разве может быть что-то хуже? Теперь их заставляет тянуть грузовик. Выглядит устрашающе. Теперь в аэропорту Сингапура есть собственный водопад. Вода стекает в воронку с высоты 40 метров и постоянно пополняется дождевым потоком. И зрелище эффектное, и освежает здорово. Окружает эту рукотворную красоту целый парк из редких видов растений. Художник из Китая может создать ваш профиль всего за минуту. Для этого ему необходимы ножницы и черный лист бумаги. Мэстро занимается этим около 10 лет и признается, что неплохо на этом зарабатывает. А ведь действительно, сходство удивительное. В Китае ученые придумали новое устройство, которое отслеживает концентрацию внимания. Этот обруч уже испытали на школьниках. Теперь, если ученик не смотрит на доску, преподаватель сразу же видит это на специальной панели. Также прибор помогает определить уровень заинтересованности испытуемых. Пока эксперименты проводятся в тестовом режиме, но уже сейчас учителя могут создавать программу, которая была бы более эффективной. Вместо стен в одном из офисов США — лес. Ну, по крайней мере, так кажется. Дело в том, что дизайнеры оформили холл бизнес-центра экранами, на котором беспрерывно транслируется видео дикой природы. Здесь нет 3D-графики — это натуральные кадры, которые сняли со сверхчетким разрешением. Видеостена считается самой длинной в стране. Фильмы на ней не показывают, но изображение водопада действительно создает натуральный эффект. Насмотрелась на водопад и понимаешь, что очень хочу отправиться в какой-нибудь приморский город. Я понимаю, что там водопадов нет, но хотя бы вода вот эта вот впечатляющая, не знаю, величие ее, оно, конечно, воодушевляет и, в принципе, заставляет задуматься о том, вот ради чего на самом деле все-таки стоит жить. Я, конечно, не волшебник, но твое желание сегодня исполню, хоть и не полностью. Давай вместе посмотрим на то, как выглядит Керчь сейчас, потому что утро раннее, людей еще фактически нет, но солнце уже все светит, и мы можем рассмотреть всю набережную. Ну, мне, конечно, очень нравится этот город-герой, но набережную стоило бы перевести в порядок в первую очередь. Ну, да, если честно, она похожа на то, что больше рассчитывается, чтобы к ней пришвартовывались корабли, чем гуляли люди. Туристическая зона, надо туристическую, да, кластер. Хотя вот стоят белые теремки, возможно, знаешь, когда немножко потеплее, в них открывается что-то вроде ярмарки, может быть, торговых площадей, но и людей наверняка в нем здесь побольше, но вид все-таки, да. А мне большой курган этот нравится, который на фоне заднем, зато я знаю, что вот именно на этой площади, если проходят какие-то городские гуляния и мероприятия, то всегда они вот проходят именно на этой набережной, и тут огромное количество людей всегда вот так вот выстроено, заполнено все. Знаешь, что меня всегда интересовало вне огороженных набережных? Почему никто никогда не падает за... Знаешь, может быть, и падает, но все заканчивается хорошо. Просто если я могу пройтись по бордюру и не удержав равновесие свалиться, да, ну, конечно, на ноги, ясное дело, не упасть, но почему с таких краев незащищенных люди никогда не падают? Особенно, когда гуляют по Севастополю. Кстати, можно глянуть еще, что там в Севастополе. А Севастополь, между прочим, стал лидером среди регионов России по приросту населения. На минуточку наибольший прирост населения за последние три года зафиксирован в Севастополе, в Ингушетии, а еще в Чечне. Ну, при этом лишь в 25 регионах численность населения за этот период выросла, в остальных 60 сократилась. Так что в Севастополе, вышедшем на первое место, демографического рейтинга численность населения с 2016 по 2018 год увеличилась на 6,4%. Ну и действительно, если в Симферополе в это время или в Керчи людей на улицах города нет, то в Севастополе это просто жизнь кипит, люди добираются. Да, так посмотри, действительно, вот как приростло это население с момента нашего прошлого стрима даже буквально. Людей не было в принципе, а сейчас только вышло солнышко, только в Севастополе потеплело, напоминаю, плюс 16 градусов тепла, обещают, да? Люди идут с желтыми яркими пакетами. Тут же да, сразу же, сразу же люди пошли в большом количестве. Ну и что нравится больше всего, это то, что действительно просыпаемся мы, просыпается улица, просыпается солнце и люди из своих постелей. Ну а мы, в свою очередь, продолжаем знакомить зрителя с циклом видеороликов, снятых в честь 75-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Ну и прямо сейчас вы можете увидеть один из них. Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Крыма от немецко-фашистских захватчиков. По бортам машин налит. И колеса, пушек, кухонь, грязь и снег мешают с пухом. И ложится на шинель с пухом мокрая метель. Скучный климат заграничный, чуждый край краснокирпичный. Но война сама собой, и земля дрожит привычно. Хрусткий щебень черепичный, отряхая с крыш долой. Мать Россия, мы полсвета у твоих прошли колес, Позади оставив где-то рек твоих раздольных плес. Долго-долго за обозом в край чужой тянулся вслед белый цвет твоей березы и в пути сошел на нет. С Волгой, с древнюю Москвою, как ты нынче далека, между нами и тобою три не наших языка. Поздний день встает нерусский над немилой стороной. Черепичный щебень хрустки мокнет в лужах под стеной. Всюду надписи, отметки, стрелки, вывески, значки, кольца проволочной сетки, загородки, дверцы, клетки. Все нарочно для тоски. Мать-земля, родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлей и краше. И милее сердцу нет, помышляя о солдатской непредсказанной судьбе. Даже лечь в могиле братской лучше кажется в тебе. А всего милее до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, родина моя! Воин твой, слуга народа, с честью может доложить. Воевал четыре года, воротился из похода и теперь желает жить. Он исполнил долг во славу боевых твоих знамен. Кто еще имеет право так любить тебя, как он? День и ночь в боях меняя, в месяц шапки не снимая. Воин твой, защитник сын, шел, спешил к тебе, родная, по дороге на Берлин. А тем временем в Крыму дела обстоят несколько иначе. Кого-то ловят за нечестную игру, между прочим, и в очень важной сфере, сфере образования. Об этом действительно стоит поговорить. Дело в том, что в Симферополе сотрудники полиции задержали преподавателей техникума, которых подозревают в коррупции. Судя по данным, которые мы получили, подозревают, что некий студент дал обоим преподавателям взятки, чтобы получить оценку. Два преподавателя задержали? Да, двух преподавателей, чтобы получить оценку, вероятно. И более того, сдать экзамены. На самом деле проблема эта серьезная и, насколько я понимаю, регулярная, частая. Дело в том, что вопрос образования является скорее традиционным. И поэтому многие идут учиться не чтобы получить знания, а чтобы получить диплом. Ну и, конечно же, человек, который пришел в университет не за знаниями, а за дипломом, он, ясное дело, старается каким-либо образом сократить время, которое тратит на учебу. Это естественно. Но, с другой стороны, проблема не только в этом. Проблема еще и в безответственности людей, которые... Ну, просто позиция человека, который, принимая эти деньги, понимает, что он ничему не научит. Ну, я понимаю, что бывает, что люди не хотят учиться. Но, тем не менее, их же можно, ну, не знаю, к этому подтолкнуть как-то, сказать, что, ну, тебе придется это выучить, тем более, если ты хочешь этот диплом. А когда вопросы касаются еще медиков... Тем более, это вообще страшный вопрос. Но самое волнующее в этом вот что. Если профессия действительно неинтересна, не стоит загонять себя в угол, не стоит прижимать себя к стене и делать безвыходную ситуацию, когда ты просто вынужден отучиться и заниматься тем делом, которое ты не полюбишь. Если ты не любишь профессию в процессе ее изучения, то маловероятно, что ты полюбишь ее в процессе работы, в процессе исполнения непосредственных обязанностей. А учиться, между прочим, важно. Ну, по крайней мере, у нас есть отличный пример того человека, который не побрезг был образованием и уделил ему достаточное количество времени. Давайте вместе посмотрим его сюжет. Минералы. Их называют осколками вечности. Пройдут века, сменятся поколения, а их блеск будет все так же притягателен. Так же, как и останутся в истории именно тех, кто смог собрать эти сокровища на одну полку. Александр Тищенко посвятил геологии всю свою жизнь. Закончил Московский георазведческий институт и искал алмазы в Архангельской области, изучал урановые рудники в Узбекистане. Но, как известно, все дороги ведут в Крым. Сегодня большая часть находок ученого сверкает на полках Минералогического музея Крымского федерального университета имени Вернацкого. Крым геологически создавался в условиях постоянного сжатия. Поэтому у нас больших, так сказать, полостей нет для образования кристаллов, как там на Мадагаскаре, в Бразилии, в Северной Америке. Кварс возьмем, самый распространенный минерал. В Крыму самый крупный кристалл описан 10 сантиметров всего. Крупные друзы минералов на полуострове не встречаются. Но даже невзрачный камень размером с горошину – целая страница в геологической летописи. Для науки куда важнее сущность процесса, нежели эстетическая сторона вопроса. Но бывают и исключения. В моих руках настоящее сокровище. Этот минерал называется керченит и назван он так в честь Керченского полуострова. Такие уникальные кристаллы встречаются только там. Хрупкие кристаллы – продукт восстановления бурых железняков. Из таких сложен керченский железнорудный бассейн. Окрестности города-героя вообще богаты уникальными находками. Стволы этих окаменелых деревьев тоже родом оттуда. Это палеонтологический образец. Все-таки довольно большие стволы. Наверное, какие-нибудь голосеменных растений сосны. А может быть еще над палеонтологом виднее. И вторых, это вот поделочный камень, замещенный опалом. Эти стволы миллионы лет назад были завалены слоями ила и донных осадков. Воздух к ним не поступал. Деревья окаменели, но полностью сохранили свою структуру. Все, кто бывал в пещерах Крыма, видели знаменитое убранство, натечное образование. Здесь видна его слойстость. Но интерес этой слойстости заключен не в самой ей, а в том, что в каждом слойке записан изменение климата. Окаменелости в крымских горах на каждом шагу. Главное – смотреть под ноги. Прогуливаясь вдоль тропы, можно нечаянно наступить на морского ежа юрского периода или на другое древнее животное. В юрском периоде Крымский полуостров был рифом в теплом океане Тетти. Скораллы, обитавшие там, сегодня находятся в виде таких вот включений в каменную породу. Их можно найти повсюду на главной гряде. Такие полированные шары – авторский почерк известного симферопольского минеролога Георгия Рубиновского, который подарил университету свою коллекцию. В ней среди произведений природы камни, созданные руками человека. А вот так выглядят рубины, выращенные в лабораториях. Синтетический минерал намного дешевле, поэтому его все чаще используют ювелиры. Следующий образец тоже рукотворный. Это корбит кремния. Очень хрупкий, но по твердости он близок к алмазу. Говорят, что камни имеют душу и способны влиять на человеческую судьбу. Так это или нет, наука не доказана. Но если отталкиваться от того, насколько они прекрасны, то, согласно Достоевскому, именно они могут спасти мир. Однако история свидетельствует, что именно из-за камней происходили самые громкие преступления и наказания. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. А мы снова здесь, на телеканале Крым24 и Первый Крымский. В прямом эфире сидим в нашей просторной студии и делаем все, чтобы ваше утро было как можно более интересным, бодрым, веселым в какой-то мере и, главное, полезным. Да, говоря полезным, Артем подразумевает информативным, потому что мы в первую очередь здесь сидим, чтобы будить вас и рассказывать вам интересные новости. Ну, надеюсь, что вы считаете их интересными. Но, во-первых, хочется сказать, что городская администрация разыскивает собственников незаконно установленных гаражей в Симферополе. То есть, я думаю, что горожанам полезно будет это знать, что часть из них установлена около 30 гаражей, часть из них установлена на проспекте Победы возле 76-го дома. Все из-за того, что территория, где они находятся, там прилегает теплотрасса, и их нужно сносить, эти гаражи. Поэтому сейчас собственники устанавливаются, и если кто-то себя сейчас узнал, то лучше обратиться в администрацию, на ночь будут наложены штрафные санкции. Ну и к другим новостям. Микроскоп, эндоскопический комплекс и лечебно-диагностическая лор-установка. Благодаря новейшему оборудованию в Симферопольской клинической больнице впервые провели операцию по восстановлению слуха. Елена Байрамова увидела, как работает современная техника. Поздравляю вас с успешной операцией. Как ваши дела? Хорошо. Как самочувствие? Отлично. Давайте посмотрим, девушка. У Ирины Иноземцевой проблемы со слухом начались пять лет назад. Сначала просто болело ухо. Я обращалась к своим врачам по месту жительства. Мне никак не могли его вылечить. Я работаю в Красноперекопске на бромном заводе машинистом крана. Мне очень нужна такая профессия, чтобы слух был, чтобы слышать. В стенах Симферопольской клинической больницы впервые провели высокотехнологичную операцию по восстановлению слуха. Ирина – одна из первых счастливых пациенток. Реабилитация около двух месяцев. Строго под наблюдением врача от Ирина Ларинголога. Современная техника позволяет следить за динамикой. Электроаспиратор, осветитель, видеокамера с различными эндоскопами. Это дорогостоящее оборудование на сумму свыше 5 миллионов рублей больница получила при содействии главы Республики Сергея Аксенова и Министерства здравоохранения Крыма. Здесь уже успешно провели три операции пациентам, страдающим средним и хроническим отитом. Данная патология может быть обусловлена несколькими причинами. Это приобретенные воспалительные заболевания среднего уха. Также это могут быть последствия перенесенных травм, острых вирусных инфекций. Этот прибор – золотой стандарт мировой отохирургии. Этот микроскоп увеличивает от 3 до 25 раз. С его помощью можно увидеть самые мелкие анатомические структуры среднего уха. Под наблюдением каждая деталь. А это современный эндоскопический комплекс. Благодаря ему во время операции врач видит процесс изнутри. Когда мы вводим риноскоп или в полость носа, или в какую-то околоносовую пазуху, или в ухо, или в глотку, это позволяет под увеличением демонстрировать картинку на монитор. Как на этом архивном видео. Пациент уже избавился от хронического гайморита. Теперь в клинике подобные операции станут доступными. Наши граждане имеют возможность получать эти виды оперативных вмешательств за счет средств фонда обязательного медицинского страхования и средств федерального бюджета. С помощью современного оборудования врачи внедрили новые методы лечения, связанные с заболеваниями уха, горла, носа. В других клиниках Крыма подобные операции уже проводились. А для этого учреждения это медицинский прорыв. Елена Байрамова, Иван Евдокимов, Новости 24. Звезды, которые уже зажглись, на полуострове проходит первый открытый фестиваль «Сцена молодость Крым». Выпускники ведущих творческих вузов страны бесплатно показывают крымчанам свои спектакли, а мэтры искусства театра и кино России обучают наших студентов мастерству работы со зрителем. Об уникальном событии в культурной жизни республики расскажет Мария Красновицкая. Это не ужин голодного студента, а настоящий реквизит. Ирина Рура в спектакле «Пять вечеров» играет Катю, чтобы сцена выглядела максимально реалистично и детализировано. Даже продукты первой свежести. Подготовка реквизита включает в себя очень много всего. Если что-то упаковать неправильно, что-то разобьется. Если что-то разобьется, нужно искать из подбора. Из подбора не всегда можно найти. Иногда некоторые театры готовы что-то предоставить, некоторые нет. Поэтому это всегда все как-то ответственно. Каждая тарелочка, она как бы на счету. Скажите, капусту привезли с собой из Москвы? Нет, капусту купили здесь. Пока в одной гримёрке готовят реквизит, в другой разминают речевой аппарат. Такие упражнения артисты театра и кино делают каждый день. Это своего рода зарядка перед выступлением. Артемий Савастьянов – выпускник Государственного института имени Луначарского. На этой сцене впервые перед дебютом проверяет акустику и освещение. Вот я и пойман за лапку. Да? Всё нормально? Этого достаточно. Площадка акустика, мне кажется, потрясающе очень проработанная. Фестиваль открыли выпускники Всероссийского института кинематографии имени Герасимова. Студенты ВГИКа и ещё четырёх ведущих творческих вузов страны привезли на полуостров 10 спектаклей. Дипломные работы оточены юными звёздами благодаря мэтрам искусства театра и кино России. Они, кстати, тоже на полуострове. Задача – оценить потенциал крымских студентов и передать опыт, накопленный поколениями. Сейчас, в которые студенты поступают, их называют поколением «миллениум». У них нет комплексов каких-то, которые были в советское время. Это нельзя, это не трогать и так далее. Они более свободны, более раскованы, но одинаково талантливы. Талант всегда требует обрамления знаниями по вокалу, режиссуре, актёрскому мастерству, сценической речи и не только. Вот когда вы коснулись мяча, да, гасите движение и точка. Вот теперь проверьте, да, сделайте это движение всем своим телом, да. И точка в конце, да. То есть движение должно быть завершённым. В своё время Станиславский сказал, сила воздействия на зрителя заложена в умении раскрыть свой организм. Такая дисциплина, как сценическое движение. Как раз этому и учит сейчас российский актёр, каскадёр и режиссёр Эдер Сакиров. Раскрывает крымским студентам свои профессиональные успехи. Говорит, приходится в полголоса, чтобы не привлекать на себя внимание. В культурной жизни республики такого фестиваля ещё не было. В профильном министерстве отмечают, организовать удалось благодаря поддержке главы республики. Это начало, старт большого творческого театрального форума. На следующий год он уже будет всероссийский. Это высший пилотаж, это высшая творческая марка. Фестиваль «Сцена молодость Крым» продлится до 26 апреля. В театрах Симферополя и Ялты программные спектакли крымчане могут посмотреть бесплатно. Мария Красновицкая, Андрей Трещук, Анатолий Агеев. Новости 24. Ну и, наверное, хотела приобщиться к культуре и проехаться. Одна из москвичек, 18-летняя девушка, но вместо этого подошла к ней гадалка на станции Сокольники, до станции метро. И предложила исполнить два её желания и погадать. Так, ну-ка, и что, исполнила? Желание не исполнила девушке, а вот всю наличность девушка ей принесла, и она обещала через полчаса вернуться, и так и не вернулась. Я хочу перечислить ту сумму денег, которая была у 18-летней девушки. Это, во-первых, 700 долларов, 3800 евро, 105 тысяч рублей, 200 шекелей и 13 украшений и золота с бриллиантами. Мне кажется, девушка вынесла вообще всё, что у неё было из дома, чтобы исполнились её заветные желания. А вместо этого просто осталась у разбитого корыта, а инцидентом сейчас занимаются сотрудники МВД. Особенно меня порадовало, что даже 200 шекелей взяла, то есть вот прям до последнего, всю иностранную валюту, видимо, с путешествий. Так и 105 тысяч рублей, да, и свою при том, что... Ну, на самом деле, хочу сказать, что такие серьёзные суммы, что гадалка-волшебница, наверное, исполнит свои два желания. Возможно, купит себе автомобиль, я не знаю, а может быть, что-то ещё. Но ситуация невероятная. Как одни люди умудряются воздействовать на других таким образом, просто не верятся. Ну, разве что в кино такое можно увидеть. Кстати, про кино. Давайте вместе узнаем, что можно посмотреть не только на больших экранах, но и в театрах в ближайшее время. Сегодня на камерной сцене театра имени Горького разыграет лирическую драму «Варшавская мелодия». Спектакль поставлен по пьесе Леонида Зорина. Случайное знакомство польской певицы и советского винодела перерастает в настоящие чувства. По сюжету события развиваются в 40-х-60-х годах 20-го века. Время, когда браки с иностранцами были запрещены законом. Какая судьба ждет влюбленных, вы можете узнать в 19.00. В кинотеатрах в этот день биографическая драма «Нуреев. Белый ворон». В фильме показана жизнь величайшего танцора от его детских лет в Уфе и до того момента, когда артист отказался садиться в самолет, отправляющийся в Советский Союз. Фильм снимали в Санкт-Петербурге и Париже. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Также сегодня на больших экранах мелодрама «После». Случайная встреча разделила жизнь главных героев на «до» и «после». Она воплощение добродетели и прилежания, и он – бунтарь с темным прошлым. Если бы не случай, они бы никогда не обратили внимания друг на друга. Но судьба распорядилась иначе. Сеансы вы можете выбрать самостоятельно. В этот день приключенческий экшен «Миллиард». Влиятельный банкир в исполнении Владимира Машкова не хочет делиться имуществом с незаконорожденными детьми. Ровно до тех пор, пока не выясняется, что они – единственные люди, на которых он может положиться. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардеру придется ограбить собственный банк. Для детской аудитории мультфильм «Пушистый шпион». Жизнь домашней кошки Марни кардинально меняется после того, как грабители-преступники отправляют ее в коробки в другой город. Главная героиня оказывается в глухой деревне, где она ознакомится с псом, петухом и ослом. Ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе. Сеансы преимущественно в утреннее время. Ну а измениться может не только жизнь кошки Марви, но и еще одного четверохлапого животного, и кого именно, покажем вам прямо сейчас. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Так, ну-ка быстро берем, садимся в автомобиль и едем забирать эту собаку, потому что действительно милое существо нуждается в доме, в опеке и заботе. Не можете доехать, потому что не заправлен полный бак? Ничего, послушайте меня, и учитывая наши советы, он будет полным у вас всегда, потому что мы ориентируем вас в ценах на горючее, и, соответственно, становится понятно, когда и что следует заправлять. Тем более, когда Артем так настоятельно рекомендует, что нужно забирать собаку себе. Да по-другому уже нельзя, потому что собака ждет не дождется, а семью заслуживает каждый. И человек, и наши шерстяные друзья. Итак, газ 27 рублей 29 копеек, дизельное топливо, естественно, дороже. 50 рублей 30 копеек за литр. 92-й бензин немного дешевле дизеля, что естественно, ну, фактически чуть более чем в 3 рубля, я скажу. 90, значит, 46 рублей 74 копейки, да, 92-й? 95-й 50 рублей 22 копейки, а 98-й 56 рублей 39 копеек. Знаете, что скажу? Упало топливо. Немного, но это удивительно. 98-й был самым стабильным на рынке, и сейчас его ждет небольшое падение. Кстати, падения случаются и на рынке валют. Об этом тоже поговорим прямо сейчас. Два наименования, все стандартно. Евро, доллар. Итак, доллар 63 рубля 96 копеек за единицу. Угадайте, что? Верно, упал. С евро ситуация схожая. 71 рубль 92 копейки. Тоже немного упало. Вот такая ситуация. Немножечко опустился бензин, и на удивление вместе с ним опустилась валюта. Хотя обычно бывало по-другому. Валюта слегка вырастала, а вместе с ней... А, хотя нет, все верно, рост. Да, нет, нет, по-другому не бывало. Да, нет, нет. Ошибаюсь, да. Исключительно ошибся. Прямо предвкушаю момент, когда вот будет такое снижение цен на топливо, что прям можно бы сказать, вау, это как же так же. Потому что на самом деле ждут этого автомобилисты, ждут и мотоциклисты, и мы ждем, надеемся, что может быть когда-нибудь такие цены на топливо упадут. Но это будет удачное падение для, по крайней мере, нас, рядовых жителей. А вот кого было неудачное падение, так вот у мальчика и в поселке, в Севоложском районе спасли из болота 12-летнего мальчика. Тимофей гулял там с собакой и с двумя друзьями и провалился. Увяз по поясу, не чувствовал рог и ног, и не вытащить друзья его не могли, пока они вызвали НЧС. Но закончилось все хорошо, его смогли спасти. И, ну, болото было прям сильно, вот если бы могли бы показать, мы можем показать, да? Да, мы сейчас попробуем показать изображение. Дело в том, что мальчик замерз просто настолько, что сотрудники спасательных служб укутали его во всю одежду, что была. Вот, собственно говоря, мы видим. Ну тогда видно, что это униформы какие-то спасатели. Да, 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 а вот он, ну смотри, фактически весь парень просто куртка на куртке. Представляю, как он закалил бедняга. Но остался жив и невредим. Это из хороших новостей. Мы знаем, что с мальчиком в итоге все хорошо. Хорошо, перемерз немножко, пацан перепугался, но в целом, по крайней мере, спасен, мальчишка. Да, но знаешь, оно всегда так бывает. Когда ты просто вышел без куртки, ну, в магазин сбегать, обязательно заболеешь. Но когда ты замерз действительно серьезно, организм как-то мобилизуется и справляется со всеми сложностями. Стоит дома просто отогреться горячим чаем и теплым душем. Вот, но это видео попало, эта фотография, прошу прощения, попала к нам из сети. Но точно так же в сеть попадают множество видео и фотографий, сделанных крымчанами. Иногда очень довольными, иногда крайне недовольными. Не очень, да. Поэтому прямо сейчас посмотрим, какая ситуация была на Медне. В Севастополе на берег выбросился автомобиль. Или его выбросили? Этот вопрос пока остается без ответа. Известно, что перед тем, как оказаться на пляже, машина попала в ДТП. Что еще странно, водитель уехал своим ходом с места аварии, в то время, как авто буквально разваливалось на куски. Сейчас правоохранители ищут владельца железного коня. Следующее видео вызывает не меньше вопросов. В Алуштинском дендропарке оленей кормят помоями. Об этом пишут пользователи соцсетей. Что еще возмущает, так это то, что у животных нет кормушки. Непонятную субстанцию выливают из ведра прямо на землю. Видимо, там забыли, что в ответе за тех, кого приручили. В Судаке подросток нашел способ, как помочь плохим дорогам. Он решил обратиться к народным методам и приложить к ямам подорожник. Мол, может, тогда они затянутся. Ведь кое-кто верит в чудодейственное исцеление таким способом. Парню понадобился не один листик, чтобы залечить дорогу. В соцсетях симферопольцы пожаловались на антисанитарию в магазине на улице Кичкемецкой. На кадрах видно, какое огромное количество тараканов находится под крышкой весов и за духовым шкафом. А еще бросается в глаза, что тараканы достаточно откормленные и упитанные. В Алуште прямо средь бела дня был украден кот. Владельцы просят помочь найти любимца. И это уже не первое подобное похищение. На прошлой неделе в Балаклаве с постамента исчез бронзовый кот. Вскоре его нашел местный участковый в одном из подъездов жилого дома. В понедельник пропажу вернули на место. Весна воистину пора изменений. И не только погодно-климатических, но еще и структурных. Потому что изменились действительно стандарты работы аварийно-диспетчерских служб. Теперь, во время звонка, ну допустим у вас в квартире слышен запах газа или что-то, в любом случае, в любую аварийную службу, у них есть ровно 5 минут, чтобы ответить на ваш звонок. Если ответа не произошло, то они обязаны перезвонить вам в течение 10 минут. Также сейчас разрабатывается и вводится система, при которой точно так же не будут голосовые запросы обрабатывать, сообщения. И, насколько я понимаю, какие-то жалобы путем, возможно, прихода физических лиц. Но в любом случае это все ускоряется. Более того, мастер будет обязан выехать в тот же самый день и убедиться в поломке. Но когда он будет стоять перед вашим дверным зрачком, он будет обязан предъявить бейдж, а на ноги наденет бахиллы. Вот это вот такая ценность на самом деле, такая новость. Вот особенно у нас, когда мастера приходили, какие-то ремонты были, это перемывание полов по 10 раз в день было потом. А сейчас бахиллы, ну это наконец-то. Будем надеяться, что все мастера будут слушаться и делать все, как предписано в изменениях в законодательстве. Потому что все-таки то, что они должны уже предъявить документы, говорит о том, что у мошенников будет меньше шансов вас обмануть. А в последнее они время стали очень активны. Ну и хочется сказать, кто еще стал активен. Еще активны, конечно, это молодежь, которая участвует в различных фестивалях. И вот один из таких фестивалей удалось заснять нашему корреспонденту для сегодня. Индия, Палестина, Йордания, Зимбабве, Нигерия, Узбекистан. Представители этих и других стран стали участниками молодежного фестиваля «Мост». Вончол Рана – студент из Индии. Здесь под руководством опытного мастера он научился изготавливать куклу-мотанку – древнейший символ славянской культуры. Сегодня я научился делать маленьких кукол, которые являются еще и оберегом. Мне очень понравилось. У меня есть младшая сестра, которой я подарю одну из них. И планирую такие куклы привезти всем родственникам в Индии. Тем более, это напоминание о России, и мне это очень дорого. Но не только со славянскими традициями можно было познакомиться на фестивале. Иностранные студенты проводили мастер-классы по плетению афрокосичек, росписи хной и даже по народным индийским танцам. Очень сильно интересно, так как в детстве постоянно все смотрели индийские танцы, и всем было интересно, как же они так быстро передвигаются. Но, конечно, очень быстро так мы не научимся. И как рассказала нам девушка, что они каждый день по два часа сидят в позе на низких коленах, и чтобы у них была выворотность. И каждый день они занимаются танцами, так как их учат с самого рождения, и это очень большой труд. И мне кажется, что так быстро мы не научимся, но очень интересно. Второй международный фестиваль молодежи и студентов «Мост» прошел в Симферополе под лозунгом «Мы строим мост – мир образования, свободы и творчества». Мероприятие способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, уверены организаторы. Цель фестиваля в том, чтобы показать иностранным студентам, при той всей санкционной прессе, которая оказывается на Крыму, информационной войне, показать всю палитру международной дружбы в Крыму, о том, насколько богат Крым культурой разных народов. И обучаясь здесь, иностранные студенты увезут это с собой, и, естественно, это будут общественные дипломаты, и это фестиваль в рамках молодежной дипломатии. Кульминацией фестиваля стала колоритная концертная программа «Ярко и красочно». Участники мероприятия представили культурные традиции народов мира. В это время в Москве исчезла картина Исаака Левитана «Летний пейзаж Пашня». Раньше СМИ писали, что она исчезла из Третьяковской галереи, но потом сотрудники галереи опровергли эту информацию. И по одной из версий о пропаже в полицию заявил эксперт научно-исследовательской независимой экспертизы Третьякова. Он передал картину под расписку третьим лицам, а они с ней исчезли. То есть был момент, когда она выставлялась на аукцион за 2,6 миллиона рублей, а потом пришел человек с документами на эту картину, и ему ее вернули. Вот сейчас полиция выясняет все детали этого запутанного дела. Ну и будем надеяться, что картина вернется, тем более там такой живописный пейзаж, как и на улицах нашего полуострова, как, в принципе, с видами на наш полуостров. А вот какая погода нас ждет с вами, мы узнаем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну наконец-то, настал тот момент, когда Симферополь и Ялта выровнялись. Плюс 15 градусов тепла днем, плюс 5 ночью. Теперь-то ялтинцам не получится говорить симферопольцам, что вот у нас почти тропики, а у вас еще холодная степень. Ничего подобного. Сегодня погода будет такой. Севастополь погода схожая, но ночью будет на градус холоднее. Повезло больше всех армянскую и сакам. Во-первых, небо ясное, просто чистое, синее, голубое с ярким солнышком. А также плюс 18 градусов тепла. Ну вот это называется действительно отогреться. Когда мы смотрели прогноз, увидел потрясающие кадры крымских дорог. И захотелось напомнить важную информацию на тему трассы Таврида. Она находится все еще в тестовом режиме. И несмотря на то, что полотно ровное и удобное для разгона, летать по ней не стоит. Помним, дороги нужны для автомобилистов, а не для пилотов скоростных каров, которые испытывают на соленых озерах. Тем более, да, на трассе установлено огромное количество камер, что не стоит забывать. А то, что большинство автомобилистов просто не учитывает, что трасса работает в тестовом режиме, приводит к огромному количеству аварий. И постоянно там большие грузы переворачиваются, там же машины разбиваются. А все-таки давайте беречь себя и друг друга и ценить свои жизни. Верно, но не будем о плохом, а поговорим о камерах немного другого направления. О камерах прямого вещания. Кстати, одну из них прямо сейчас держит в руках Алис Троян. Еще раз здравствуй, Алис. Здравствуйте, коллеги. Действительно, в такую погоду так и хочется сесть и куда-нибудь уехать, желательно поближе к морю. Но иногда бывает так, что какие-то простые обстоятельства могут испортить это настроение и лишить этого желания напрочь. Может быть, это какие-то перебои в расписании. Бок его знает, такие только не бывают условия. Но Крым Автотранс решили запустить новый сервис, который позволит напрямую связываться с администрацией. Это будет смс-оповещение. То есть, если у вас будут какие-то жалобы и замечания, то вы, естественно, можете напрямую отправлять. СМС будет равно стоимости вашего мобильного оператора. Найти этот номер телефона вы можете возле любой кассы автовокзала. Они находятся рядышком со стендом. Вот мы видим, где же есть номер телефона. Туда можно будет отправлять не только ваши жалобы и замечания, но и также какие-либо предложения. Как и для администрации, что любое даже самое благое пожелание может сразу же исчезнуть, если нет прямой связи. Это будет приходить в личный кабинет, и после обработки этой информации вам обязательно должен будет прийти ответ. Это все сделано для того, чтобы девочки-кассиры не были единственным средством для передачи связи, не были единственным звеном. Люди, которые приходят в 6 утра, чтобы они не испытывали на себе гнет негатива, который, возможно, зачастую к ним никакого отношения не имеет. Вы можете сразу отправлять все свои замечания в администрацию. Ваш запрос будет обязательно обработан. Слово передаю вам, коллеги. Спасибо, Алиса. Хорошая информация. По крайней мере, мы хотя бы понимаем, что делать, если вдруг хочется что-то предложить, не только что нажаловаться, но и вносить какие-то свои коррективы, при том, что, может быть, это будут какие-то разработки уже кого-то особо такого свободного человека, который найдет на это время. Но, признаюсь, внимательно следил за Алисой, потому что вот так и ждал, как бы не подошел охранник автовокзала и не сказал, девушка, тут тоже снимать нельзя. Ну, хорошо. Видимо, Алиса заранее договорилась, пришла и предупредила, что не просто так все это демонстрируется, а только людям на пользу. А на самом деле, если так задуматься, то, в принципе, на пользу идут любые наши стримы. Мы говорим и о погоде, мы говорим и о пробках, да, о чем угодно, про рынок, про автовокзал. Но главное, что говорим. И знаете, в чем наш секрет? В правильной разминке голосовых связок, потому что иначе эфиры бы не шли так гладко и хорошо. А этим, между прочим, занимаются специальные доктора. Есть специалисты, которые изучают и лечат связки. Об этом на следующий сюжет. Только самые свежие последние новости. Ну что ж, всего доброго, до встречи в следующих эфирах. Пока-пока. Эмилия Люлькун работает ведущей уже более 15 лет. Нередко ей приходится говорить по несколько часов подряд. Все это время голосовые связки находятся в напряжении. Эмилия свой голос очень бережет и никаких орехов и шоколада перед эфирами не ест. Но даже такие меры предосторожности помогают далеко не всегда. Голос – это инструмент, который я очень боюсь потерять. И, кстати, первый раз в жизни в прошлом году я его потеряла и поняла, как это страшно. Я, правда, съемку не отменяла, но сейчас я, конечно, смотрю с такой легкой улыбкой. Эта проблема актуальна для певцов, лекторов, дикторов, экскурсоводов. Голос нередко пропадает из-за переутомления и постоянного напряжения. Потерять голос можно и в обычной жизни, например, на рок-концерте или в стрессовой ситуации. Не паникуйте. Зачастую голос останавливается в течение нескольких дней. Если времени на ожидание у вас нет, тогда срочно обращайтесь за помощью к фониатору. Фониатор – это оттоларинголог с дополнительным профильным образованием. Профессия довольно редкая. В Крыму таких специалистов можно сосчитать на пальцах одной руки. Ирина Гордеева всю свою жизнь лечит голос. Ей не раз приходилось возвращать его после полной потери. Как и любую болезнь, потерю голоса лучше диагностировать как можно раньше. Например, вы почувствовали першение, как еще говорят в народе, ком в горле, или заметили, что прежде чем что-то сказать, вам нужно хорошенько прокашляться. Это признаки ларингита, простуды, а может даже и опухоли. Буковку «Э» нужно всегда говорить. И тогда связочки смыкаются. А коротко. Вот это самое главное – лечение голосовых связок. Лекарство прямо на связочки попадает, и получается непосредственный контакт с лекарством. Способ действенный и актуальный, особенно для звезд шоу-бизнеса, которые поют вживую. Именно такую процедуру артисты часто проводят за кулисами в перерыве своего выступления. Важную роль в постановке голоса играет техника речи и специальные упражнения. В первую очередь нам необходимо правильное дыхание для того, чтобы звук имел полетность, чтобы он достигал резонаторной системы, не оседал на связке. Но органы артикуляции, конечно, требуют дополнительной гимнастики, которая их разрабатывает, делает нашу речь более четкой, понятной, доходчивой и, главное, выразительной. Голосовые связки, как и другие мышцы, нужно держать в тонусе, правильно тренировать и не усугублять негативными факторами – курением и алкоголем. Ведь потеря голоса нередко связана с питанием. Нужно избегать очень острых продуктов и газированной воды. Очень горячая или, наоборот, холодная пища также наносит вред слизистой оболочке горла. Если вы находитесь на вредном производстве, обязательно надевайте специальные маски и респираторы. Берегите свой речевой аппарат. Ксения Шарапановская, Олег Бойко. Утро нового дня. Ну и мы с Артемом сегодня уже затронули тему новых стандартов работы аварийно-диспетчерских служб. А подробнее об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем. Он нас же ждет на студии. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Анатолий Петров, директор АНО ЖКХ «Контроль» Республики Крым. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, как теперь изменились эти стандарты и на что теперь людям рассчитывать, либо ориентироваться, как вообще? Ну, прежде всего, наверное, люди должны знать свои права, и права эти такие. С 1 марта вступили в действие новые стандарты управления. Это то, что касается аварийно-диспетчерских служб. Аварийно-диспетчерская служба – это, в принципе, та служба, которая должна решить все такие вот насущные проблемы, то, что касается обслуживания, эксплуатации нормальной многоквартирных жилых домов. Многоквартирные жилые дома, они должны соответствовать самым главным понятиям – это безопасность и комфорт. То есть, если что-то случилось вдруг в доме, то, что касается общего имущества многоквартирных жилых домов, какая-то авария, все прочее. И главное, что теперь все собственники должны знать свои права. А вот это что, какие у них теперь изменения в правах? Ну, мы помним, какие сантехники приходят, сколько нужно дозвониться и сколько надо, пока он придет. Это как бы уже такой притчевый языц их, то есть, ну, можно сказать, почти анекдот, и все ждут, точнее, ничего не ждут хорошего от этого. Но теперь должны все знать и требовать это от своих управляющих компаний. То, что касается аварийно-диспетчерской службы, первое – дозвониться каждый человек должен или сразу, если он не дозвонился, там занят или еще что-либо, то аварийно-диспетчерская служба, а она должна быть у каждой управляющей организации, и этот телефон должен быть на сайтах, и он еще должен быть также в каждом подъезде, чтобы человек знал этот телефон, чтобы он всегда перед глазами этот телефон, человек мог спокойно позвонить, если он не дозвонился, в течение 10 минут ему обязаны перезвонить. Перезванивают, узнают причину аварии, и дается буквально 30 минут на локализацию какой-то аварии. Если рвануло отопление, ну, то, что надо срочно, или там забилась канализация, 30 минут, должен прийти сантехник. И не просто прийти сантехник, а сантехник должен быть в спецодежде, с бейджиком, чтобы понятно, как его зовут, кто он такой. И он должен быть в бахилах. То есть он приходит, и у него есть все необходимые материалы, и у него есть все возможности для того, чтобы локализовать, ну, если надо, исправить, там, поменять какой-то экран и прочее, прочее, что случилось. Ну, и, а если вот нет какой-то конкретной аварии, но есть подозрение на эту аварию, ну, вот, либо чувствуется газ, да? Да, легкий запах газа иногда бывает, когда ты четко не можешь локализовать, где он находится, но при этом ощущаешь его, да. Можно же все равно, да, вызвать человека. Ну, все, что происходит внутри дома, за все отвечает управляющая организация. То есть там специалисты, они, не надо гадать, позвонил, они пришли, выяснили причину, и тогда уже связываются с необходимыми службами, потому что со всеми ресурсниками у них договор, если необходимо, они тогда вызовут и газовую службу, и быстро все устранят. Ну, ложный вызов никак не будет засчитываться, чем вызов, никаких санкций не будет. Пусть за это люди платят, и это уходит в размер оплаты, и они все должны сделать. Замечательно. У меня есть вопрос буквально насущный, если позволите. В доме протекла труба, вызывали сотрудников служб, они ее, ясное дело, сделали, затянув хомутом. Но она начала протекать опять, опять, опять. И процедура повторялась абсолютно идентично, то есть хомут просто перетягивали, но труба опять начинала течь. Есть ли какие-то стандарты обслуживания, при которых сотрудник, приехавший на место аварии, должен сдать ее в полностью решенном виде? То есть могут ли жители дома буквально потребовать сделать трубу окончательно? Ну, первое, это то, что в течение получаса он должен устранить любую протечку и все прочее, что-то такое, то, что острое. В течение трех дней они должны уже устранить полностью это, такие замечания. Но опять же, это не просто замечания. Для этого нужно обязательно, то есть собственники, вы понимаете, источник финансирования только один, сами собственники. То есть собственники должны быть, есть председатель совета дома, есть совет дома, есть собрание общего, общего каждого дома. И они формируют бюджет, бюджет своего дома. И в этом бюджете должны быть такие устранения, ну, вот там. Предусмотрено. Если надо поменять там сколько-то метров трубы, то опять же, они должны, управляющая организация, поставить эту задачу, как заказчики, показать, что эти деньги есть, посмотреть. И решить вопрос, если денег нет, значит, тогда вместе собирать эти деньги. Они должны быть, ну, профинансированы, любая работа. А вот если вот такой случай, допустим, опять же, вызвали, нужно убрать утечку или газовую утечку, там, авария, да, допустим, если все-таки не выполнили своих обязательств, тем более в связи с нововведением, что-то отказались, что делать? Путь только один. Если управляющая организация не выполняет свои функции, то есть вы вроде как бы, у вас оплата есть, у вас все как бы нормально, и они не выполняют свою услугу, тогда путь только один. Это государственная жилищная инспекция, надо туда обратиться, и тогда инспекция выдать им на первый раз предписание с какими-то понятными сроками, если в сроки они не укладываются, то тогда будет очень серьезные санкции, грозят это управляющие организации. Штрафы большие, да? Очень большие штрафы, там, до 350 рублей, потом, тысяч рублей, потому что это лицензионные требования, в том числе аварийные, вот это все оказания аварийной диспетчерской службы, если этого, ну вот, даже позвонили, то, что я назвал в самом начале, да, бахилы в том числе, казалось бы, мелочь, если это не выполняется. Не мелочь, это важно, потому что... Это очень главное понятие, нарушение лицензионных требований. Нарушение лицензионных требований грозит большими штрафами на первый раз, и если не справляется управляющая организация, тогда ставится вопрос о том, что лицензия должна вот такой управляющей организации быть отобрана, и она не должна работать на крымском рынке. Я думаю, благодаря вот таким всем методам, если мы все вместе будем не махнуть рукой, ради бога, а вот действительно серьезно относиться к этому делу, тогда вот там больше сотни у нас тех, что работают в управляющей организации, да, я думаю, нам не нужны такие десятки, десятки, да, пусть останется только те, которые действительно работают, которые действительно хотят не управлять нашими деньгами, управлять домами. Качественно, качественно обслуживать, в первую очередь. Качественно обслуживание, чтобы вот эти вот жалобы, то, что глава республики, мы знаем, выезжает, да, по регионам, и все время встают люди, все время жалуются, ну, мне, я думаю, пора уже прекратить, это пять лет все-таки у нас ЖКХ меняется, но тут все зависит от нас самих, мы должны обращаться и не потакать им. Ну, информировать хотя бы, если есть случаи, да, чтобы мы о нем знали. И тогда вот эти все управляющие организации плохие, недобросовестные, уйдут с нашего, с Крымского полуострова, и у нас останутся только те, кто хорошо работает. Совершенно верно, да, большое спасибо, главное только, чтобы сантехник не приходил уже в бахилах, а ночевал их на месте, и не с чужим байжиком, но большое вам спасибо. Спасибо, у нас в гостях был Анатолий Петров, директор АНО ЖКХ-контроль республики Крым. Спасибо, что пришли к нам. Да, но вообще, насколько я знаю, в дальнейшем планируется прием еще и через интернет, каких-то заявок, возможно, жалоб. Цифровые технологии непосредственно вводятся в нашу жизнь и участвуют в ней максимально активно. О том, что попадает в сеть и что набирает популярность, мы вам прямо сейчас и расскажем. Новосибирск. 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 эффектное и освежает здорово. Окружает эту рукотворную красоту целый парк из редких видов растений. Художник из Китая может создать ваш профиль всего за минуту. Для этого ему необходимы ножницы и черный лист бумаги. Мастер занимается этим около 10 лет и признается, что неплохо на этом зарабатывает. А ведь действительно, сходство удивительное. В Китае ученые придумали новое устройство, которое отслеживает концентрацию внимания. Этот обруч уже испытали на школьниках. Теперь, если ученик не смотрит на доску, преподаватель сразу же видит это на специальной панели. Также прибор помогает определить уровень заинтересованности испытуемых. Пока эксперименты проводятся в тестовом режиме, но уже сейчас учителя могут создавать программу, которая была бы более эффективной. Вместо стен в одном из офисов США — лес. Ну, по крайней мере, так кажется. Дело в том, что дизайнеры оформили холл бизнес-центра экранами, на котором беспрерывно транслируется видео дикой природы. Здесь нет 3D-графики — это натуральные кадры, которые сняли со сверхчетким разрешением. Видеостена считается самой длинной в стране. Фильмы на ней не показывают, но изображение водопада действительно создает натуральный эффект. Правительство Крыма существенно увеличило размер разовых денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны партизанам, подпольщикам, участникам обороны и освобождения Крыма. Ну, то есть, если обычно к 9 мая они получают 1900 рублей, то в этом году эта сумма увеличилась ровно в 5 раз, и ветераны получат по 10 тысяч рублей. Это распоряжение главы республики Сергея Аксенова. И что глава также заверил, что до конца текущей недели освободители Крыма, партизаны-подпольщики, которых осталось всего у нас на полосы 97 человек получат оставшуюся сумму. Действительно совсем. Для ветеранов, но для пенсионеров всегда подспорить, тем более не 2010. Да, но количество ветеранов, конечно, совсем уже маленькое. 97 человек на фоне того, сколько их было раньше, это действительно мало. Но, знаешь, мне кажется, что все-таки в какой-то мере даже один в поле все еще воин, если знает, что делает. А таким образом наши корреспонденты знают, что хотят нам рассказать и что показать. Например, прямо как сейчас Алиса Тароян. Да, здравствуйте еще раз, коллеги. Я хочу, кстати, отметить, что во всей России весной и, конечно же, в Крым в том числе вступили новые стандарты, что касательно аварийно-диспетчерских служб. И теперь сотрудники должны, которые появляются у вас на пороге, быть обязательно одеты в формы на одежду. На ногах у них должны быть бахилы. А также у них на груди должен быть пейдж, который бы говорил о том, что они являются сотрудниками той или иной организации. Также были введены изменения касательно того, что реагировать на звонок должны в течение пяти минут. Если же вам не ответили, то обязательно вам должны будут перезвонить в течение десяти минут. Также то же самое происходит и с электронными заявками. И, естественно, что реагировать должны в течение получаса. Если это какие-то аварийные поломки, то тогда все недосчеты должны будут устраняться на протяжении трех дней. Что хочу отметить, что были нарекания о том, что действительно сотрудники приходят очень часто в грязной обуви, в квартире. То есть это, конечно, по сравнению с аварией и поломкой, это небольшая цена, но тем не менее вызывала у многих граждан недосчет. Теперь вы знаете, как должен быть настоящий сотрудник. И обязательно требуйте у него то, чтобы он демонстрировал о том, с трудником какого ведомства он является. Передаю слово вам, коллеги. Спасибо. Алиса? Спасибо. Насущная тема, насколько все о ней говорят, потому что, ну, по всей видимости, все действительно этот анекдотический образ сантехника видели в своей жизни не раз, не два. Бутылка чего-то горячительного, да? Да, конечно. Обязательно. И который еще и просит тебя немножечко подать, скажем так, топливо ему для работы, намекая, что ой, какая сложная поломка. Но мы сейчас не хотим обидеть ни одного сантехника в мире, мы просто хотим проинформировать... Ни одного профессионала. Безусловно, безусловно. Мы хотим проинформировать людей о том, что какие у них теперь права, потому что они изменились, и это нужно знать, что, по крайней мере, на что вы теперь имеете право. А еще знаете что? Вы имеете право знать о пробках, потому что именно о них я вам прямо сейчас расскажу. Двигаемся вместе, в хорошем темпе. И сейчас посмотрим, что там на карте нашего любимого города. Итак, сразу два значка. Саша, а ты знаешь, что это значит? Это авария? Да, верно. Столкновения, да. Столкновения и не одно, а целых два. Посмотрим. То, что недалеко друг от друга, все на улице Киевской, насколько я понимаю. Только не понимаю, в какую сторону. Улица Киевская. Так, значит, одно столкновение, как я понимаю, все-таки по направлению к площади Куйбышева. А второе столкновение прямо на площади Московской, прямо на Москальце. На Кольце столкновение это всегда очень серьезно, из-за этого создается столпотворение. Ну, собственно, посмотри. Тянучка в сторону Киевской. Тянучка идет по самой Киевской. И с улицы Гагарина тянучка тоже идет до самой Московской площади. Действительно, что именно пробок, которые не движутся, нет. А вот по этой улице, которая... Хотя вот хочу сказать, что Гагарина, Гагарина, пожалуй, что стоит. Я так посмотрел внимательнее. Да, ты знаешь, причем в обе стороны. В одну сторону такая пассивная тянучка, а в наверх действительно... А в другую прям движение... Движение нет в принципе. Парализовано практически. Так, смотрим, как спасти ситуацию. Потому что пробки показать показали, а вот рассказать, как объехать, нет. Ну, во-первых, благо сверху есть объездная. Улица Куйбышева, кстати, между прочим, тоже по ней можно объехать и выбраться прямо на объездную. Но улица Куйбышева, увы, ах, тоже стоит, как и Кички Мецкая. Вот время прямо сейчас совсем неудачное куда-то выбираться. Поверьте, лучше немножко побыть дома, либо нужно было выезжать раньше. Сейчас в пробки вы попадете в любом случае. Смотрим, где мы можем хотя бы как-то сократить. Итак, центр города. Ну, стабильно. Гоголя, Горького, Маяковского. Движение на них есть, но вы там не припаркуйтесь. Уж поверьте мне, там никуда не детстве не поместится. Мне кажется, в этих местах парковаться вообще последнее дело, последняя надежда. Только по выходным, наверное, и то, и то, знаешь, после 12 ночи. Три сантиметра перед переходом встанешь неправильно, и автомобиль нужно искать на всем известном паркинге. Так что, возможно, в принципе, стоит искать места попроще. Знаешь, традиционно улица Ленина, которая просто очень удобная для нас, потому что именно с нее мы спускаемся по делам после работы, сейчас стоит, причем стоит и вниз, и вверх. Так удивительно, и даже интересно понять, что же такое произошло. Ну, ничего, на самом деле, скорее всего, фантастического, просто светофор. Очень оживленное движение, просто как раз таки на этом участке дороги, поэтому, к сожалению, и Воровского в это время еще гораздо хуже. Там вот этот как раз затор. Конечно, да. Ну, вот Воровского по направлению, да, там на светофоре стоят, пробка не движется просто. Но зато по направлению к институту имени Вернадского там как раз таки все отлично. Дорога свободна. Улица Шмидта тоже стоит, там ввели новый перекресток экспериментальный, который соединяется с улицей, а не проезжей частью. Пока что работает хорошо, но, как видите, следствие небольшие пробки. Киевская перед площадью Куйбышева тоже стоит, как и, между прочим, проспект Победы. По нему поднимаемся вверх и смотрим тянучка фактически до самого конца. За ней возникает новая, потом еще одна на каждом светофоре по одной. А вот перед развязкой с объездной дорогой, конечно же, ситуация немножко улучшается. В принципе, вот так дела обстоят на дороге. Конечно, по объездной объехать дольше всего, но все еще быстрее всего. С этим пока ничего не поделаешь. Дело в том, что когда изучали проблему пробок, ученые пришли к выводу. Дело в том, что почти что все люди статистически выезжают в одно и то же время. Это так называемая теория игр. И если правильно разместить и сдвинуть расписание, то пробок будет гораздо меньше. Некоторая работа должна начинаться на 20 минут раньше, некоторая на 40 минут позже. И таким образом мы немножечко изменим теорию игр, в которой играют люди. Ну, эта организация, наверное, в первую очередь для этого нужно договориться между собой, как-то выяснить, где начинаются там раньше, где позже. Мне кажется, в каких-то крупных очень мегаполисах, возможно, без этого уже вообще не обойтись. И, может быть, так и делают, потому что, ну, да, благо где-то начинается работа там с 6, где-то с 9, где-то с 10. Я даже, по-моему, слышала о каких-то городах, при том, что, скорее всего, это азиатские страны, где вот примерно так распределяют время, ну, время пути до работы сотрудников предприятия. Но, тем не менее, у нас пока еще таких ноу-хау нет. Зато у нас есть и другие ноу-хау. Целый ряд, да, различных. Ну, помимо того, что все мы сегодня обсуждаем новость того, что у нас изменилась, ну, обязанности в плане ЖКХ, так еще Минюст России отказал в регистрации в Крыму организации украинских раскольников. Ну, то есть заявку подал Павел Куч, который называет себя архиепископом Климентом. И он пытался зарегистрировать эту религиозную организацию, но ему отказали по причинам, которые пока никто не озвучивает. Ну, не совсем себе ноу-хау, но, тем не менее, как бы, новость о том, что не все организации сейчас, тем более религиозные, у нас на полуострове можно зарегистрировать. Ноу-хау заключается как раз-таки в том, что все это мы транслируем по телевидению, но, между прочим, аналоговому, а скоро совсем, совсем скоро. Оно будет цифровым, с 3 июня стартует более чем 20 каналов, достаточно просто открыть настройки телевизора, выбрать цифровой режим, ну, это если телевизор куплен после 2009 года, и наслаждаться цифровым потоком, просто без помех аналоговых, всегда с яркой, четкой и светлой картинкой, и смотреть, в первую очередь, наши сюжеты. Кстати, о них прямо сейчас ловите следующий. Минералы. Их называют осколками вечности. Пройдут века, сменятся поколения, а их блеск будет все так же притягателен, так же, как и останутся в истории именно тех, кто смог собрать эти сокровища на одну полку. Александр Тищенко посвятил геологии всю свою жизнь. Закончил Московский георазведческий институт и искал алмазы в Архангельской области, изучал урановые рудники в Узбекистане. Но, как известно, все дороги ведут в Крым. Сегодня большая часть находок ученого сверкает на полках Минералогического музея Крымского федерального университета имени Вернацкого. Крым геологически создавался в условиях постоянного сжатия. Поэтому у нас больших, так сказать, полостей нету для образования кристаллов, как там на Мадагаскаре, в Бразилии, в Северной Америке. Кварс возьмем, самый распространенный минерал. В Крыму самый крупный кристалл описан 10 сантиметров всего. Крупные друзы минералов на полуострове не встречаются. Но даже невзрачный камень размером с горошину – целая страница в геологической летописи. Для науки куда важнее сущность процесса, нежели эстетическая сторона вопроса. Но бывают и исключения. В моих руках настоящее сокровище. Этот минерал называется керченит и назван он так в честь Керченского полуострова. Такие уникальные кристаллы встречаются только там. Хрупкие кристаллы – продукт восстановления бурых железняков. Из таких сложен керченский железнорудный бассейн. Окрестности города-героя вообще богаты уникальными находками. Стволы этих окаменелых деревьев тоже родом оттуда. Палеонтологический образец. Все-таки довольно большие стволы. Наверное, какие-нибудь голосеменных растений. Сосны, а может быть еще. Палеонтологам виднее. И, во-вторых, это поделочный камень, замещенный опалом. Эти стволы миллионы лет назад были завалены слоями ила и донных осадков. Воздух к ним не поступал. Деревья окаменели, но полностью сохранили свою структуру. Все, кто бывал в пещерах Крыма, видели знаменитое убранство. Натечное образование. Здесь видна его слоистость. Но интерес этой слоистости заключен не в самой ей, а в том, что в каждом слойке записано изменение климата. О каменелости в Крымских горах на каждом шагу главное смотреть под ноги. Прогуливаясь вдоль тропы, можно нечаянно наступить на морского ежа юрского периода или на другое древнее животное. В юрском периоде Крымский полуостров был рифом в теплом океане Тетти. Скораллы, обитавшие там, сегодня находятся в виде таких вот включений в каменную породу. Их можно найти повсюду на главной гряде. Такие полированные шары – авторский почерк известного симферопольского минеролога Георгия Рубиновского, который подарил университету свою коллекцию. В ней среди произведений природы камни, созданные руками человека. А вот так выглядят рубины, выращенные в лабораториях. Синтетический минерал намного дешевле, поэтому его все чаще используют ювелиры. Следующий образец тоже рукотворный. Это корбит кремния. Очень хрупкий, но по твердости он близок к алмазу. Говорят, что камни имеют душу и способны влиять на человеческую судьбу. Так это или нет, наука не доказана. Но если отталкиваться от того, насколько они прекрасны, то, согласно Достоевскому, именно они могут спасти мир. Однако история свидетельствует, что именно из-за камней происходили самые громкие преступления и наказания. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну а утром нового дня. Самое время пообщаться с нашими коллегами из новостной редакции. Сейчас в их студии уже Гульнара Юзина. Доброе утро, Гуля. Доброе утро, ребята. Рада видеть вас. Доброе, взаимно. Взаимно. Гуль, расскажи, пожалуйста, а как ты спасаешься от пробок, как ты их объезжаешь, либо ты можешь даже выехать на встречку, может быть? Нет, боже упаси. Я стараюсь выезжать своевременно. То есть у нас есть часы пик, которых можно избежать. Допустим, выехать на работу пораньше, на полчаса, и вы спокойно доедете до места. Ну если уж вы попали в пробку, ну что делать? Придется стоять, отзвониться, там сказать, что вы опаздываете. Но ни в коем случае... А не было такого, чтобы бросала машину и пешком бежала, опаздывая? Такого, к сожалению, не было. Сейчас, думаю, все-таки. Предусмотрительное, я скажу так, похвалю себя. И мы согласимся. Ну, на полчаса пораньше, а можно и на полчаса попозже тоже в пробки не попадешь. Но вот что нельзя сделать позже, так это поговорить о том, что на повестке дня сегодня. Как всегда, мы подготовили самые свежие и интересные новости. В этом выпуске мы расскажем о том, насколько остро для Крыма стоит проблема замены лифтов. В каком сейчас состоянии одна из старейших баз отдыха в поселке Николаевка Симферопольского района. И насколько популярна среди крымских предпринимателей услуга государственных займов. Все это и многое другое смотрите в выпусках новостей. Не переключайтесь. Спасибо большое, Гуля. До новых встреч. Удачи. Хорошего эфира. Пока. А наш эфир подошел к концу. Ну, а с вами в студии это утро встречали Артем Андроновский, Александр Акарнович. И мы вернемся к вам завтра. Доброго утра. Доброго. Поэтому не скучайте, просыпайтесь и смотрите новости. Пока-пока.